Лапуся. Крылов, Михаил. Еще что-нибудь сказать? Короткое знакомство и сразу же работа в кадре. Михаил Крылов, сотрудник уголовно-исполнительной системы, в свободное время увлекается эстрадным вокалом. В кино ни разу не снимался, однако, когда узнал о кастинге, одним из первых подал заявку. Ведь новый фильм будет посвящен Великой Победе. Это хороший патриотический проект, и я считаю своим даже волонтерским долгом. Ко всему прочему, я еще являюсь волонтером волонтерского корпуса 70-летия Победы, и думаю, что это дело хорошее. К этому проекту нам нужно было несколько людей на главные роли, их пять. И мы, как обычно, уже по традиции решили воспользоваться средствами интернета и дать возможность всем людям принять участие и попробоваться на роль. Потому что, ну, как наш опыт уже показывает, бывают люди далекие даже от профессиональной карьеры актеров, могут сыграть и открыться очень с неожиданных сторон. Название новому фильму еще не придумали, однако, желающих в нем сыграть от этого меньше не стало. На кастинг накануне вечером пришли несколько десятков человек. Среди них авторы проекта пытались найти максимально похожих на будущих героев. Мальчика лет 7-9, двух взрослых мужчин совершенно разных типажей, добродушного отца семьянина и сурового сержанта. Больше всего претендентов пришло на роль молодой девушки и 25-летнего парня. Саму сюжетную линию сценаристы пока держат в секрете. Пять героев, опять же, чтобы зритель не запутался, была идея сделать 15 или 26, но решили, что пять – самое оно. Значит, прыжки во времени будут обязательно, сейчас без этого никак. Необычный для Вологды фильм, 10-15-минутный рассказ о войне, о победе. Это будет сделано в современных технологиях. Профессиональная техника будет использоваться не только на съемках, но и во время показа. Зрительным залом станет площадь революции, а своеобразным экраном – городская архитектура. По словам организаторов проекта, картина буквально выйдет за привычные рамки. Возможно, это шоу показать только тогда, когда стемнеет. Будет использована очень мощная проекционная техника, которая будет привезена не из Вологды, потому что из Москвы это будет два очень мощных проектора «Барка» с разрешением 4К. То есть разрешение каждого из этих проекторов в четыре раза больше, чем разрешение любого кинотеатра нашего города. Использовано будет два таких проектора. Сейчас организаторы проекта окончательно утверждают актерский состав и уже в ближайшее время приступят к съемкам. Проекционное шоу зрители смогут увидеть только один раз – вечером 9 мая. Павел Громов, Николай Замараев, Новости Вологды.